добрый день дорогие девчонки зашла в местную кафешку позавтракать и как говорят кто рано встает тому бог подает ну бог не знаю но а местное кафе предлагает вот такой завтрак бока-дио с хамоном и кесо сок натурально выжатый апельсиновый и кофе с молоком все это обходится утро 3 евро 40 копеек вот такой завтрак у нас сегодня и и и и и и Добрый день, дорогие мои вязалочки! Добрый день, все позитивные зрители моего канала, гости моего канала, кто заходит ко мне за интересными идеями, мастер-классами, либо просто посидеть, повязать под мое видео. С вами снова я, Светлана, и вы у меня на канале Посидим-повяжем. Сегодня, девочки, такое немножко необычное видео. Я хочу показать вам мои новые идеи и хочу пригласить вас снова в наше совместное вязание на июнь месяц по очень интересной модели. Ну, давайте начнём всё по порядочку. Вот здесь, на моём манекенчике, вы видите очень-очень красивую, нежную косыночку, такую мини-шалечку. Мне прислала её в подарок одна очень хорошая моя подписчица, а с недавнего времени и хорошая моя подруга, которая проживает в Испании. И вот она решила сделать мне такой подарочек на мой день рождения. Спасибо большое, Галечка. Очень-очень мне всё понравилось. С удовольствием буду носить вот такую красоту, связанную с душой именно для меня. Вот такая интересная вещь мне пришла в подарок. Дальше, девочки, хочу поговорить ещё об очень интересной такой идейке, которая появилась у меня совсем-совсем недавно. Возможно, не так будет красиво и ярко видно на таком пепельно-голубом, даже не могу сказать лавандовом, но такой пепельно-голубой серый оттенок. Очень интересная кокетка. Я её разработала из нескольких узоров, которые взяла в одну, в одну и соединила в одну единую кокеточку. Этот мастер-класс я хочу сделать для вас попетельно, но с одним условием. Я хочу видеть под моим видео комментарии, нужен ли попетельный мастер-класс с пояснениями, как мы делали с вами, девочки, гортензию. Точно так же я ещё никак не назвала этот мой джемперочек. Он вяжется, кстати, из хлопка, стопроцентного хлопка. Но для вас я буду эту модель показывать вот на такой пряже, на такой интересной пряже, которая называется Эйя. Это тоже стопроцентный хлопок. Очень красивая такая золотисто-пшеничная пряжа. И идёт на 100 грамм, девочки, 250 метров. Я уже связала резиночку, по ней я, естественно, не буду давать мастер-класс, потому что каждый вяжет резиночку, как ему нравится и как он хочет. У меня здесь с перекрещенными лицевыми петельками. И дальше полностью всю кокетку я хочу дать вот в таком объёме, как и давала гортензию. Всё чётко по рядам, плюс азиатский росточек, так как и мы вязали в гортензии. Я повторяться не буду. И дальше уже ваше желание. Либо это будет кофточка, либо это будет футболочка, либо это будет футболочка с рукавом три четверти. Возможно, какой-то летний джемперочек, либо даже туника. Но, естественно, это очень большой труд, девочки. И просто так, естественно, я это делать не хочу, если вы в этом не заинтересованы. Поэтому я предлагаю вам два варианта. Вы пишите в комментариях, да, нам надо такой мастер-класс, и мы ещё раз хотим прямо попетельно с вами связать вот такую оригинальную кокетку. Ещё раз напоминаю, она не взята с интернета, я её составила сама. И да, мы хотим попробовать и связать вот такую вещь. Либо же я предлагаю, если не наберётся много голосов за то, что делать этот попетельный мастер-класс, если не наберётся, пожалуйста, напишите, кто лично хочет со мной связать эту кокетку в отдельной группе, где я буквально по шагам помогу каждой из 10-15 девочек закончить красиво свою работу. Давайте попробуем работать и так. Поэтому я жду ваши комментарии по этому поводу. Вот такую интересную вещь с такой интересной-интересной кокеткой я вам предлагаю связать. Вяжется она очень просто, но, естественно, нужны, опять же, расчёты ваших прибавок. Я уже связала азиатский росток и перешла на тело. Но пока не решила, буду ли делать это с длинным рукавом, либо с коротким. И как оформлю низ изделия. Всё это я ещё для себя продумаю. Это первая, значит, тема, на которую я хотела поговорить. Так что пишите, кому как больше хочется, чтобы был этот мастер-класс. Будет много, много голосов. Значит, я сделаю его для всех желающих. Не будет много. Я наберу группу из 10-15 девочек. По ссылочке мы будем вязать это вместе. И ещё один такой интересный вопросик к вам. Сейчас лето. Многие вяжут интересные изделия, где применяют различные узоры в сеточка. Я хотела, опять же, для вас сделать мастер-класс. Открытый мастер-класс, как всегда, на тему различные виды сетки в наших вязаных изделиях. И показать вам несколько узоров, ну пусть будет 3, 4, 5 узоров различных сеточек, различных рисунков, какие вы тоже можете применить в ваших работах. Опять же, девочки, есть несколько дней. Напишите, нужен вам такой мастер-класс. Значит, естественно, я его буду делать. И покажу вам прямо узорчики по петельно со схемами. И из них вы можете выбрать тот, который понравится вам больше всего. Ну, а у нас начинается лето. Летние маечки мы с вами уже вязали. Поэтому давайте перейдём вот ещё к такой футболочке. И давайте перейдём к теме ажурных узоров. Я покажу несколько мастер-классов, опять же, по ажурным красивым узорам, которые вы можете применить в летних кофточках, либо же в летних футболочках. Вот такие у нас планы есть на наш июнь месяц. Если у вас есть какие-то ещё идеи по мастер-классам, по вязальным хитростям, давайте будем все вместе обсуждать и решать, какие видео, какие мастер-классы нам нужны ещё. Ну, а на этом вот такое небольшое обзорное видео я хочу закончить, чтобы не затягивать ваше время, чтобы вы подумали, посидели, что вам хочется связать, что вам хочется увидеть, что вам хочется услышать в моих пояснениях. Пишите мне под видео, и наш июнь мы будем снова работать вместе. Ну, а на этом всем вязального настроения, всем ровных лёгких петелек, всем приятного творчества, чтобы всё у вас всегда получалось. И до новых наших встреч, до новых наших уроков. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok